Привет, дорогие друзья! С вами профессор Антошка и моя юная помощница Даша. Привет! Привет! Ну что ж, сегодня мы приготовим еще один подарок, но уже не червяка, но тоже полимерный, который называется суперслись, или, как его называют, лизун. Будем готовить? Да. Да. Лизуны у нас с вами будут зеленого цвета. Возьмем зеленый полимерный раствор, добавим небольшое количество в наш мерный стакан, где-то 50 мл. После этого нам необходимо взять еще один реагент и добавить в тоже наш стакан с полимерным раствором. Это тетра-борат натрия. Запомнила, как называется? Не очень, потому что тяжелое название. Тяжелое. Повторю, друзья. Тетра-борат натрия. Итак, возьмем его и добавим 1 третью нашего полимерного раствора. То есть, где-то 10-15 мл тетра-бората натрия. Итак, бура, как ее еще называют, служит нам загустителем. Бери ручку, бери стаканчик и начинай хорошо-хорошо перемешивать. Интенсивно. Давай, перемешивай, перемешивай. Итак, наш раствор начинает густеть. Давай я ребятам покажу. Посмотрите, у нас получаются вот такие вот хоблинские сопли. Круто, да? Итак, но наш лизунь еще не готов. Нам необходимо дальше хорошо-хорошо мешать. После того, как наш полимерный раствор загустеет, наш лизун, в принципе, будет готов. Для этого необходимо некоторое время. Нам нужно его хорошо-хорошо перемешать. Чтобы полимерный раствор вместе с тетра-боратом натрия превратился в так называемую желешку. Чтобы он немножечко подсох. Видишь, да? Посмотри, он уже не такой жидкий, а немножко стал густее. Да, как желе. Как желе, совершенно верно. Ну, конечно же, несъедобное, ведь мы где? В научной лаборатории. Верно? Да. Достанем ручку, возьмем стаканчик и попробуем достать. Итак, большой у нас получился слезняк. Возьмем его. Теперь нам необходимо придать ему красивой формы. Так, немножечко покрутим, сделаем ему обнимашки. И, в принципе, наш лизун уже готов. Посмотрите, ребята, он имеет форму как жидкого, так и твердого вещества. Его можно растягивать, держать его в руках. Какой он мерзкий и одновременно классный, да? Да. С ним можно сделать что угодно. Еще его можно называть как неньютоновская жидкость, потому что он как твердый, так и жидкий. Ну что ж, этого лизуна я дарю тебе, а ребятам давай скажем до новых встреч, да? Пока, друзья. Химички экспериментируйте вместе с нами. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok